Добрый день! Рады быть дома! Гугл мне говорит, что я уже два раза вокруг земного шара облетел. Он считает все, все мои предвижения. На велосипеде, пешком, на самолете считает. Я ему позволяю это дело. Огромный привет из Филиппин, из Таиланда, из Камбоджи, из Южной Кореи, из Сингапура, из Бразилии, из Европы, из Соединенных Штатов. Значит, очень хорошее было время. Вы можете ощутить аромат конференции, прослушав проповеди, которые мы уже выставили. И добро пожаловать. Послушайте, я прошу вас, послушайте все от начала до конца, может быть, по несколько раз. Пастор Шаллер был в особенном ударе. И другие пасторы тоже знали, что сказать, и были ведомы Духом Святым. Итак, давайте мы начнем. А перед тем, как мы начнем, давайте благословите соседа вашего. Просто скажите, благословит тебя Господь во имя Иисуса. Аркадий, благословит тебя Господь. Как нам нравится благословлять. Вам нравится благословлять? Мне нравится благословлять во имя Иисуса Христа. Это не наша природа, это природа Бога, живущая в нас. Вику увидел наконец-то. Я слышал, как Саша ее тогда отметил. Очень рады, Вика. Слава Богу. Слава Богу за все. Да, вы как? Надолго? Хорошо, хорошо. Все успеем, все успеем. Ильдара рад видеть. Вы рады видеть Ильдару? Аллилуйя. Слава Богу. Отец наш Небесный, благодарна тебе. Да, Господи, благодарна. Потому что ты сказал, за все благодарите. Ибо такова воля Божья во Христе Иисусе. Благодарим тебя, Господи. Это из-за того, что мы решили в своей жизни принимать благодать на благодать от тебя. И принимающая изобилие благодати в наших сердцах это производит благодарность во славу Божью. Потому что все от тебя, и все через тебя, и все к тебе, и все тобою. Благодарим тебя, Иисус. Мы надежно сокрыты. Ты хранишь нас, как зеницу ока. Благодарим тебя. Мы просим тебя, послужи нам сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы сегодня будем продолжать мысли проповеди в среду. Мы немного начали говорить об определенных вещах. Я вам честно могу сказать, я очень сильно ободрен после этой конференции. Особенно после пастырских встреч. Только сидел и писал. Вообще-то я мало пишу. Вы заметили, да? У меня редко, когда здесь листок, если уж совсем что-то нужно такое сказать, из 12 пунктов тогда, я пишу. Писал, писал. Господь говорил к моему сердцу. Обличал. Передавал мудрость. Находился в собрании мужей, братьев, которые сталкиваются с теми же самыми трудностями, которыми и мы сталкиваемся. И Господь был с нами. Видел веру и горение людей из Южной Азии. Почему я говорю из Южной Азии? Потому что, я не знаю, они все как один. Голод и жажда по Слову Божьему. Аминь. И мы говорили в среду, что духовное пробуждение, и мы говорили о том, что духовное пробуждение именно в церкви, не в мире. И духовное пробуждение в церкви, оно всегда связано со Словом Божьим, с моим отношением к Писанию. Мое отношение к Писанию – трепещущее сердце, смиренное перед Словом Моем. Это духовное пробуждение в церквях. Если церкви начинают свариваться в этом мире, то Господь приводит проповеди о том, как ты относишься к Слову Божьему, что это для тебя, что это для твоего сердца, как ты его принимаешь, и поклоняешься ли ты в духе и в истине. Слово истина – это Слово Божие. Итак, давайте мы скажем следующие вещи. Первое. Есть два слова. О них мы говорили в среду. Два слова. Первое – это послание к евреям. Первое. Это послание к евреям. Первая глава, первый стих. Давайте мы с вами прочитаем. Первая глава, первый стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Давайте еще раз. Бог говорил отцам в пророках. Про что это говорится? Когда Он говорил? В течение какого времени Он говорил? Отцам в пророках. Как? Ветхий Завет, да. Вы со мной? Да, 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 да. Ветхий Завет. Я знаю, что вы все знали. Просто чего выпячиваться? Ветхий Завет. В течение Ветхого Завета Господь посылал свою проповедь через пророков. Как получил Давид самое великое обетование, которое было дано Богом? Ну, конечно, после Авраама. Как получил Давид? Каким образом? Был послан пророк и сказал Слово. Меня это так благословляет. Когда я читаю первый псалом отношения Давида к Писанию, это Аминь, Господи! Аминь, Господи! Первый псалом задает всю тему или задает мелодию всех остальных псалмов. Как я отношусь к Писанию? Что Писание для меня? И Давид слышит слова пророка о самом удивительном обетовании о Мессии, которого впоследствии начнут ожидать все колена Израилевы. Это обетование было дано через человека, грешного человека, но пророка, который имел в себе Слово Господне. И Давид послушал это, и он принял, как Слово от Бога, возрадовался, и мы знаем его молитву. Второе царство, седьмая глава. Можно выключить, пожалуйста? Спасибо. Итак, это было в Ветхом Завете, в пророках. Второй стих. «В последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником сего, через которого и в веки сотворил». Есть разница. Раньше так, а сейчас что? А сейчас в Сыне. И мы сейчас подойдем к третьему стиху, там важное слово для нас. Дальше. Третий стих. «Сей», то есть, Он, Иисус, будучи сиянием славы, это первое, и образ ипостаси Его, и, держав все словом силы Своей, совершил с собой очищение грехов наших, воссело десною престола величия на высоте. Мы сегодня говорили с Сашей Цапом перед собранием, вот этот стих цитировали, кто помнит книгу «Экклесиаст»? «Смотри за ногой своей, когда идешь в дом Господень, и будь готов» Что там написано? «Более к слышанию, нежели к жертвоприношению». И такая дискуссия была. «А где жертвоприношение?» А мы можем сказать, «А жертва уже принесена». И я иду слушать слово о ком? О жертве Иисуса Христа. Аминь. Эта жертва уже была принесена. Итак, мы с вами видим, что Он, будучи сиянием славы, и образ ипостаси, мы сейчас разберем это слово, образ ипостаси, Он принес себя в жертву, совершил собою очищение грехов наших, и воссел по правую руку отца. Вы знаете, на Филиппинах мы много говорили о завершенной работе. То, что Он сел по правую руку отца, говорит, что все было закончено. Все, что нужно было сделано. Сделать. Сделано самим Богом. Это Он прошел между рассеченными животными в завете Авраама. Авраамой близко там не было. Это Он дал обетование Давиду, о Мессии, что Он сам придет. Аминь. Итак, для нас важно сегодня два слова. Итак, первое, это образ ипостаси Его. Образ ипостаси. Это сложная конфигурация слов. Я скажу попроще. Слово «образ» на греческом «карактер». Знакомы с этим словом? Вы знаете, когда я открыл, думаю, ого! Характер. А слово «ипостаси» – это «хупостасиш». «Хупостасиш» или, иначе говоря, «личность». Итак, мы читаем здесь, что Он, то есть Иисус, Он – характер личности Бога. Запомнили, да? Он – характер личности Бога. У каждого из вас свой собственный характер. Вы согласны? Свой собственный характер. Мы с вами имеем его. А здесь Бог говорит, что раньше я говорил с вами через пророков отцам вашим, а сейчас говорю через кого? Через Сына Моего, через Которого и сотворил все, и Он и есть откровение о характере Моей личности. Это Он пришел, и Он есть откровение о характере личности Бога. Аминь. Помните, когда Фома, да, Фома, да, Фома? Нет, Филипп, сказал, Иисус говорил, «А куда я иду?» 14 глава Евангелия от Иоанна. «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете. А, не-не-не, это да, да-да-да-да, это там, там, я просто… Да, а-а-а, и дальше Он говорит, «А куда я иду, и вы знаете, путь знаете». Филипп говорит, «Не знаем, куда, расскажи нам». И дальше Он говорит, что «покажи нам Отца, и достаточно для нас». Что Иисус отвечает? «Филипп, Филипп, сколько времени я с тобою, и что? И ты не знаешь Меня». Запомните слово. «Не знаешь Меня». Это означает, ты не знаешь Моего характера. Вы знаете, братья и сестры, это настолько важно. Знать характер Бога. Можно быть верующим 150 тысяч лет и не знать характер Божия. Вы согласны со мной? Можно быть верующим, можно ходить с Иисусом Христом три с половиной года и не знать характер Небесного Отца. А здесь мы говорим с вами, четко и ясно, Писание говорит, что сей, будучи сиянием славы, и что? И характер личности Бога был явлен здесь на земле. И Он явлен где? В Евангелии. Аминь. Он был явлен... Его не так отчетливо видно в Ветхом Завете. Некоторые, знаете, вспышки откровения в Ветхом Завете. Но вот приходит Иисус, и вот Он крестится в Иордане, и когда Он выходит из воды, Дух Господень на Него опускается, и с небес голос какой? «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, а на горе преображения что? Что говорится? Его... Слушайте. Кого слушаете? Его... Его... Он это я сам. Это Он пришел, чтобы открыть вам мою природу и мой характер, чтобы вы знали, кто я есть на самом деле. Аминь. У нас отличаются с вами характеры. Очень отличаются. Иногда, если что-то противоречит, противоречит моему характеру, да, это, можно сказать, так он не может так сделать. Давайте мы откроем, давайте мы откроем второе послание Петра. Второе послание Петра. Это проповедь учения. Будьте терпеливы, братья и сестры. Я обязательно дам вам поговорить друг с другом, развеяться, рассеяться, то есть развеяться, то есть поговорить. Итак, второе послание Петра, первая глава, третий стих. Как от божественной силы Его, то есть Иисуса, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Кто-нибудь может сказать, Господи, а у меня этого нету, или того нету, или сего нету? Как вы думаете, может, считая этот стих, можно так сказать? Нет, нельзя. Все даровано нам, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались участниками Божьей природы. Отметили у себя это слово? Естества – это природы. Все понимают, что такое природа? По-моему, не очень, да? Вы знаете, до сих пор думаю, и мы сказали в среду, что Божья природа – это Бог всякой благодати. Это Его природа. Он не может быть другим и никогда не будет другим. И Иисус говорит, будут преследовать вас и, может быть, даже будут убивать вас из-за того, что не познали мне Меня и не познали Моего Отца. Вы знаете, в этом заявлении большой смысл. Знать Бога – это нечто особенное. Знать Его природу, знать Его характер. Это означает, Господи, если я что-то читаю в Писании и что-то начинает Меня осуждать, помните, мы говорили, я должен найти, где там благодать. Аминь? Я должен найти, где благодать. Где благодать, когда Бог выгоняет Адама с Евой из Едемского сада? По видению, что там такое? Ой, бедный, изгнал там, ой, какое. А на самом деле, Господи, спасибо Тебе за то, что Ты не дал протянуть руку и съесть от дерева жизни, ибо иначе остались бы демонами навсегда. Аминь? Вы знаете, когда вы читаете Писание, во-первых, решите для себя, я вас прошу, решите для себя, что для вас Писание, решите ваше отношение к Писанию, каждому слову, исходящему из уст Божьего, к полному откровению Божьему, трепещу ли я перед Ним, встаю ли я на колени перед Писанием, за которым стоит личность Бога, который хотел передать нам с вами характер свой, чтобы мы знали его характер. И неудивительно, Авраам, когда молится за своего Лота, за своего племянника Лота, он говорит, судья всей земли поступит ли неправедно? Это означает, Господи, Ты праведника с нечестивым погубишь? И Господь говорит, нет, не погублю. И так до скольки он досчитал? До десяти. Другими словами, Авраам может сказать, Господи, я знаю Твой характер. Разве не так? А как вам это? Тридцать третья глава книги исхода. Господь говорит, не пойду я с вами. Помните? Ангела пошлю. Потому что, если я сам пойду, от вас ничего не останется. как вы думаете, это в характере Божьем? Вывел народ из Египта, знал этот народ из вечности в прошлом, А вот он говорит, не, не пойду я с вами. Нет, не в характере. Поэтому и Моисей молится. Если не пойдешь с нами, то что? И не выводи нас отсюда. Аминь. И так ни один, и ни два раза. Братья Иосифа, братья Иосифа, до последнего дня не знали характер Иосифа. Они его не знали. До последнего дня жили в беспокойстве. Как там, карта ляжет, отец умер, и это самое, сейчас он нам все припомнит. И там написано, когда они послали, они не сами пришли, они послали какого-то человека, что он пришел к Иосифу и чтобы и чтобы сказал, вот, братья твои говорят, что отец умер, теперь ты расквитаешься с нами, помилуй рабов твоих. И когда он читал или читал послание, он плакал. Почему? Да потому что до сих пор не знают его характера. Аминь. До сих пор не знают, кто он такой. Он может быть моим братом, но я его не знаю. Блудный сын не знает отца. И тот сын, который старший, тоже не знает отца. Как вы думаете, важно ли знать характер и природу Бога? Можно быть верующим, но не знать. Аминь. да не будет этого. Хорошо. Итак, прошу поговорить с друг другом. Вот эти два слова. Первое, это характер Бога, аминь, характер его личности и также его природа. О, Аллилуйя! Давайте скажем, О, Аллилуйя! О, Господи, Божий сил, Царь наш, Бог наш. Аллилуйя! Важно знать Божий характер. Аминь. И Божью природу. Почему? Потому что, когда я услышу ложь о моем Боге, я сразу пойму, что здесь что-то не то. Это не его характер. Бог не может лгать. Аминь. Бог не изменяется. Бог не оставит меня. Бог не предаст меня. Даже если я в Библии обнаружу такие слова, Господи, зачем Ты оставил меня навсегда? Что в нашем сердце сразу? Нет, не навсегда. И можно сказать, ты Библию это самое не принимаешь. Нет, я Библию не принимаю всю до йоты, до черты, но я понимаю, что в Псалме человек может находиться в эмоциональном состоянии и сказать то, что не нужно говорить. Разве не так? Зачем Ты оставил меня навсегда, навеки? А мы сразу здесь нет, нет, нет. Это не его характер. Он, если спасает, не оставляет. И это написано на скрижалях нашего сердца. Разве не так? Разве мы не обучаемся различать? Опять дискуссия на Филиппинах про потерю спасения возникла. И такая жаркая. Почему? Потому что это для них животрепещущий вопрос. Учения там почти нет на этих островах. Я имею ввиду категориального и кардинального. Почти нет. И там такие схватки. И мне понравилось, Анастасия из Польши вышла. Прекрасный комментарий. Она сказала, вы знаете, это не соответствует Божьему. Потеря спасения не соответствует Божьему характеру. И я, я не знаю, чуть не встал, не начал аплодировать. Я говорю, аааа! Это не ты, Господи. Твой характер не такой. А дьявол хочет исказить твой характер. И представить мне другое Евангелие. И другого Христа. И другого Духа, которого мы не принимали. Разве не так? А как я отличу? Как я отличу, если я не знаю Божий характер? Хороший вопрос. Думаю, буду беспокоиться. Бесконечно. Саул не знал характер Давида. От слова совсем. Вообще не знал. То, что у него была концепция, и то, что ему говорили его приближенные, это абсолютно не соответствовало с действительностью. Какая основная претензия была Саула к Давиду? Ему еще и царства не хватало. Правильно, да? И все разговоры, и все разговоры в окружении Саула, и Дойку, и Думиянин, и сам Саул, они, знаете, о чем было? Как? Как изничтожить того, который покушается захватить царство Саулова. Аминь, вы со мной? А Давид говорит, а Давид в два раза делает так, что один раз не убивает его в пещере, и разговаривает им с ним на расстоянии. Знаешь, что это означает? Ну, Саул, ну ты можешь понять мой характер, что я вообще не думаю о твоем царстве. Аминь. И потом другой раз, когда копье было рядом воткнуто, и кувшин с водой, хотели убить, и Давид говорит, нет, это не в моем характере, потому что я хожу близко с Богом. Аминь. И поэтому его характер передается мне, как от божественной силы его. Имеем мы все потребное для жизни и благочестия, потому что мы сделали участниками кого? Чего? Божьей природы. И характер Божий был передан нам вместе с Духом Святым. Аминь. И мы с вами знаем Бога. Мы знаем Того, Который скажет и обязательно исполнит, исполнит, Который даст обетование, и Он будет держать его до конца и исполнит это обетование. Вы со мной? И когда мы слышим какие-то, и даже если мы Писание читаем, и мы видим, что какое-то слово осуждает нас, братья и сестры, ни в коем случае ищите благодать там, и вы найдете, потому что Бог не изменяется. Аллилуйя. Вы, Иеремии, найдете благодать. Александр говорил хорошее слово. Вы, Иеремии, найдете благодать. И даже в Иезекииле найдете благодать. А эта книга самая жесткая. Ищите благодать. Ищите. Может быть, поэтому многие верующие отставляют Библию в сторону и не продолжают ее читать и изучать, потому что, читая и изучая, она начинает их осуждать и показывать на определенные вещи, это означает, что не познали ни меня, ни отца. Если бы вы познали меня и отца, это слово было бы для вас, как сотовый мед для нашей души. Аллилуйя. Ну, разве не так написано? Нет, мы можем притыкаться и съезжать на негативность и не замечая радости и благодати Божьей. Но мы познаем его характер. Разве не так? И что-то происходит в нашей жизни, и мы чувствуем, Господи, я растерян. Может так быть? А потом, я знаю твой характер. Ты, Бог, верный. Верный. Хорошо. Дальше продолжаем. Вы со мной? Отлично. Представьте себе, вы, израильский народ. Вот так, прям по семьям и представьте. Израильский народ, который дошел до того момента, когда Господь сказал Моисею, а теперь возьмите Агнца в эту ночь и что с ним сделаете? Закалите Агнца и кровью его. Что сделаете? Помажьте перекладину и косяки дверей. Аминь. Моисей говорит, вот что сделаете. Так говорит Господь. Возьмите Агнца однолетнего, закалите его в четырнадцатый день, возьмите от крови его, помажьте на своих жилищах на перекладину и два косяка. Ясно? Ясно. Сделали? Сделали. А теперь я вам задам вопрос. Вот вы, евреи, и вы живете там. И вы только что помазали косяки и перекладину кровью Агнца. Где вы находитесь сейчас? Дома. Правильно, да? И с вами кто рядом? Первенцы ваши. Разве не так? А Господь говорит, я пройду по Египту и что сделаю? И поражу всех первенцев. Итак, вы находитесь дома, мама, папа, вот ваш первенец. Поговорите друг другу. Какое у вас будет состояние? Аминь, какие, какие варианты у вас? Какие у вас? беспокойство всю ночь. Реально ли это? Могут? Да, у кого еще беспокойство? Задняя парта не беспокоится. Не забудьте, что перед этим девять чудес было явлено Богом. Аминь. Но вот десятое. И Господь говорит, а вы помажьте и сидите дома. И вот я помазал и сижу. Вы знаете, вот я, если себя поставил бы, я всю ночь не спал. Переживал бы. может быть, даже, я не знаю, из угла места себе не находил. Прислушивался бы каждому шороху. Зайдет Господь или нет? Войдет ангел-губитель ко мне или нет? Господи, помилуй! Помилуй меня, Господи, и чадо мое, помилуй, Господи! Вы понимаете меня? Я сегодня хочу сказать следующее, запомните это, пожалуйста. Мое беспокойство внутри дома не спасет моего первенца. Аминь! Его спасет кровь Агнца! Сколько бы я не беспокоился, не переживал внутри дома, все равно смерть пройдет, как Писак, мимо меня! Мимо меня! Вы знаете, много верующих, которые слышат слава Божия, но продолжают беспокоиться, продолжают жить постоянно, в постоянной неуверенности. Вы знаете, я когда думаю об этом, я могу себе представить то напряжение, что в каких-то домах, в каких-то домах, может, вопль там раздался, и я сижу и трясусь, и забыл все, что сказал мне Господь. Аминь! Но я сижу и трясусь. Почему? Потому что боюсь, может быть, Господь про меня забыл, может быть, он как-то я неровно помазал там, неплотным слоем я там помазал, какой-то шорох я слышу, наверное, это ангел-губитель идет. Вы знаете, это можно прожить эту ночь в невероятном беспокойстве и тревоге, но Богу на это абсолютно, Он на это вообще не смотрит, потому что спасение пришло в этот дом из-за крови Агнца. Аминь! Это не связано с моим беспокойством. И у нас частенько может быть такое, что я должен, как бы я беспокойством своим отплачиваю, понимаете, да? Чтобы ничего со мной не случилось, я отплачиваю со своим беспокойством, Господи, что будет с моим ребенком? И Господь говорит, да это не потому, что ты беспокоишься, я спасу твоего ребенка, а из-за сына моего, из-за крови на косяках и на перекладине. Аллилуйя! Вы знаете, чем больше будет у меня беспокойства в моей жизни в отношении неверия Слова Божьему, тем меньше места, тем меньше времени у меня будет оставаться для поклонения, для изучения Писания и для прославления Бога и для Божьих дел. Вы со мной? Ну не войдет, ну не войдет ко мне ангел-губитель. Аминь? Ну ложись спать! И не удивительно, что Иисус спит на возглавии лодки, они там все погибают, а он спит. Почему? Ворачиваемся в начало пробовать, знает характер и природу своего отца. Аминь. Он спит там. Почему? Да потому что сказал переправимся на ту сторону. Вы со мной? Вы или или я своим беспокойством никоим образом не поможем исполнению Божьих обетований. Они уже исполнены и они уже наши. Беспокойся, не беспокойся. Факт есть факт. Я возлюбил тебя какой любовью? Вечной любовью. Благодати моей достаточно для тебя. А ты навсегда меня покинул. Эй, эй, погоди, не навсегда. Я тебя приобрел навсегда. Ты сын мой навсегда. Таков мой характер. А если ты пойдешь и уйдешь от меня, я пойду за тобою, найду тебя и возьму тебя на плечи, принесу в стадо и закачу вечеринку по поводу того, что я нашел того, кто убежал от меня. Вот это Божий характер. Аминь. Представляю, а представьте себе, ладно, я заканчиваю сейчас. Представьте себе, но я в ковчеге со своей семьей. Кстати, знаете что? Там не было ни одного иллюминатора. я имею ввиду бокового. Одна дверь была и одно окошко наверху. Чтобы смотреть куда? Не в иллюминатор. О! Господи, господи, погоди, смотри, там гора торчит. Как бы туда не въехать? Как бы не разбился ковчег? Слава Богу, что там не было ни рулевого, то есть ни рулевого колеса, ни руля. Это как в Исаии написано, в эту реку не войдет судно. Я имею ввиду с веслами и с вот этими парусами будут водимы мои люди. Аминь. Нет ни одного иллюминатора, нет ни одного руля, никто там за штурвалом не будет стоять. Аминь. Это Бог начал и Бог что? И Бог совершил. Я погрузил вас в этот ковчег и я выведу вас через год и вы будете все в целости и сохранности. Как вы думаете, если бы вы были Ноем и все там это самое, вы бы переживали? По-человечески да, правильно, да? А по Божьему Слову? Я понимаю, братья и сестры, мы с вами люди, мы с вами эмоциональны. Но пусть эта эмоциональность не отнимает у нас времени, жизни, бесконечной тревоги, неуверенности. Бог сказал, Он сделает. Аминь. Переживаешь ли ты в ковчеге? Не переживай. Пастор вам легко говорить. Нет, мне не легко говорить. Я точно такой же, как вы. Я бы там, я не знаю, я бы там это самое, помилуй, Господи, ну помилуй. День прошел, Господи, помилуй меня. И так можно всю жизнь, Господи, помилуй, попричитать. Правильно, да? Господи, помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня. И это самое, и последний вздох, Господи, помилуй меня. И все, чем была наполнена моя жизнь, это было что? Господи, помилуй меня, помилуй меня. И Господь говорит, ты хоть слово-то мое открывал хоть раз, знаешь мой характер. или вот это, да, Господи, но я боюсь, я боюсь за детей, за мужа, за жену, за всех я боюсь, я переживаю, переживаю. И Господь говорит, ну слушай, разве они все не в моей руке? Аминь. Пустите детей приходить ко мне, таковых есть Царство Божие. Аллилуйя. И мы говорим, не, не, Господи, я понимаю, что там что-то сказал, но я, 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 я все, держу, держу, держу. Е, слава Богу, ни иллюминаторов не было, только было окно на небо. Аминь. А там кто? А там Христос. И через какую, через какую дырку выпустил голубя? Через верхний иллюминатор. А если бы боковые иллюминаторы? Ужас. Я бы сразу стал управлять ковчегом. Мое ли это дело? Нет. Мне просто нужно подождать, пока не откроется дверь ковчега. Я думаю, в этом смысле все животные, как мне помягче сказать, были примером. потому что у них нет нашего вот этого, знаете? Вот этого вот, нашего, нашего, вот этого вот. Слушающий Слово Мое имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Аллилуйя! Это означает, кровь Агнесса на тебе, и никто, никакой губитель не коснется тебя. Аминь! И я говорю, ах, 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 господи, аллилуйя! А что могу я сделать для тебя? И Господь говорит, знаешь, что сделать? Познавай мой характер и мою природу. Будь внимателен к Слову Мое. Пусть у тебя будет трепещущее сердце и смиренное перед Моим Словом. Укрепляйся в благодати. Знай мою природу благодати. И тогда ты пойдешь, и я принесу через тебя мои плоды благодати. Аллилуйя! И ты перестанешь трястись за все, потому что поймешь, что кровь Агнесса больше намного всех твоих переживаний. Аллилуйя! Вы знаете, для меня эта проповедь, она такая прекрасная. Я просто сейчас расплылся бы здесь. Господи! Твоя церковь, Твое действие, Твои братья и сестры, Твой Дух Божий, Твое Писание. Мы в ковчеге, во Христе, приняты навечно. Да, может быть, там и звуки раздаются, и качка. Ой, слушайте, всякий раз начинает трепетать во время этой турбулентности. Ну, не знаю, не знаю. Пристегнитесь. Другие. Молитесь за меня. Я хочу летать много. Мне понравилось, как один раз... И летели мы откуда-то. Ну, ладно, уже не помню. И командир корабля сказал. Сам командир корабля. Не то, что... И это... Зазглась. Сам командир корабля говорит. Прошу вас не волноваться, дорогие друзья. Мы подлетаем так бледности. Я ему так был благодарен. То, что он успокоил. Не волнуйся, все нормально. Турбулентность, ничем, нормально. Ну, покачайте, все, все нормально. Сядем. Пастор церкви трепещет пить турбулентность. Аллилуйя. Благослови Бог Господь. А природа, характер. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Послание Колоссянам. Третья глава. Третий стих сказано. А когда явится, что мы сокрыты со Христом в Боге. А когда явится Христос, слава наша, мы явимся с Ним во славе. Господи, спасибо тебе, Иисус. Мы в Тебе. Это намного лучше и безопаснее, чем в ковчеге. Чем в домах, которые помазаны кровью огнца. Мы в Тебе навсегда. Благодарим Тебя, Господи, за удивительные слова истинные. Мы просим Тебя, чтобы мы продолжали говорить о Твоей природе и Твоем характере. Ты не меняешься. Ты вчера и сегодня в Айке тот же. Бог всякой благодати. Слава Тебе, Иисус. А если мы услышим какой-то голос или какое-то известие, которое противоречит Твоему характеру, пусть мы будем настороже. Потому что, возможно, это лжец. Хочет уловить нас в свою волю. Спасибо Тебе, Иисус. Благослови эти мысли в наших сердцах. И так же, как всякие, как всякий раз после проповеди, мы приглашаем вас принять Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Нет другого. Вы никогда не узнаете Бога, сотворившего небо и землю. Если не примете Иисуса, не поверите в Него. И Он Сам любит вас. Он – Божий характер и Божья природа и Божье Слово. Потому что Он Сам Бог. Скажите, Господи Иисус, я верю в Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Принимаю Тебя в свое сердце. Спаси меня. Хочу быть в Твоем Царстве. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель. Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.